Прим Теплоэнерго заставят убирать за собой. Административная комиссия приняла решение о наложении штрафных санкций на теплоснабжающую компанию за невыполнение восстановительного благоустройства территории после проведения ремонтных работ. Далее подробнее. На очередном заседании административной комиссии были рассмотрены 11 материалов об административных правонарушениях. Шесть из них касались хозяйственной деятельности теплоснабжающей компании теплового района Фокина филиала Прим Теплоэнерго. По нарушению статей 7.21 и 7.22 Административного кодекса Приморского края. Это непринятие мер по очистке ливневой канализации, содержание в неисправном состоянии колодцев и люков, невосстановление территории после проведения земляных работ, связанных с ремонтом тепловых сетей, магистралей холодного и горячего водоснабжения. В первом из рассмотренных материалов речь шла о канализационном люке в районе дома 29 по улице Карла Маркса, который оказался сдвинут с основанием. Жалобы поступали длительное время, там как бы дорогу разровняли, но люк у нас неисправно в состоянии. Приглашенный на заседание комиссии директор теплового района Александр Микелишвили дал свои пояснения по возникшей проблеме. Виновного действия кодекса Приморского края не было, так как открытая крышка люка явилась результатом действий неустановленного лица. Виновного бездействия также не было, так как меры были приняты сразу после получения информации о ненадлежащем состоянии люка. Между тем, по закону юридическое лицо признается виновным в административном правонарушении, если установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых законами Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. У них должен быть систематический контроль колодцев и люков по территории города. То есть, если у них это проводится, ну, какие-то благи есть, значит, это хорошо. То есть, они смогут подтвердить свою правоту, сказать, что она была сдвинута за полчаса до того, как вы снимали. После короткого обсуждения по данному материалу, комиссия приняла решение о вынесении минимального штрафа в размере 80 тысяч рублей. А в отношении подобного же эпизода по адресу Усатова, 28, где с люка была просто сдвинута крышка, дело было прекращено из-за отсутствия состава правонарушения. Следующий материал касался нарушений правил благоустройства. В поселке Дунай после проведенных тепловиками ремонтных работ участок подъездной дороги к дому 24 по улице Морской превратился в грунтовку. В результате обследования установлено. Не произведено восстановление асфальтобетонного покрытия проездной дороги вдоль дома 24 по улице Морская. Скрытого при выполнении работ по ремонту наружных инженерных сетей. Подземная кладка имеет место просадка грунта. Работы по восстановлению дорожного покрытия не были выполнены, несмотря на то, что ремонт тепловых сетей в указанном районе завершился еще полгода назад, в декабре 2015 года. Аналогичная ситуация, как выявила рейдовая проверка комиссии, сложилась и в Фокино. У нас есть график восстановления благоустройства, то есть проведения асфальтно-бетонных работ по шести объектам. Но пока касается только Фокино. Мы были согласованы с главой города, еще не утвержденной военным высшестоящим руководством, потому что вчера только это было согласование сделано. И, значит, мы договорились с главой о том, что мы вот здесь крайний срок по шести Усатова-1, Мещенко-3, Тихонова-3, Мещенко-5, Белышева-3-1, это между домами, и Белышева-5-7, между домами. Столь эмоциональной реакции членов комиссии понятна. Работы по благоустройству и восстановлению разрытых участков в городском округе тепловой кампании не проводились более трех лет. С мертвой точки проблему не смогли сдвинуть ни многочисленные обращения администрации города к руководству Примтеплоэнерго, ни штрафные санкции в отношении должностных лиц. Мы в том году, в 2015-м, мы длительное время разговаривали с Примтеплом, длительное время разговаривали весновой в том году, летом, обещали до осени все закатать асфальтом. Однако, это все не было сделано в том году. Ознакомившись со всеми материалами и фотодокументами, подтверждающими факты правонарушения, комиссия приняла решение о применении в отношении руководства компании, как юридического лица, штрафных санкций на общую сумму 390 тысяч рублей. Возможно, ужесточение мер административного воздействия, увеличение размеров финансовых взысканий в отношении уже не только должностных, но и юридических лиц возымеют свое действие. Разрытые участки дорог будут заасфальтированы, мусор вывезен, канализационные люки закрыты и отремонтированы. Примтеплоэнерго научится убирать за собой. Субтитры создавал DimaTorzok